Доброе утро, хорошего настроения, доброго дня, приятного времяпрепровождение. Вам тоже. Вы откуда будете? Мы с Маяковки. В Москве, что ли? Да. Простите, конечно, но в Москве здесь не все пидораксы. Мы нет. А кто вас называет пидораксами, как вы считаете? В Москве, вся Россия называет москвичей справедливо пидораксами, потому что они зажравшиеся твари, блядь. Ну, далеко не все. У меня у самого квартира в Москве есть. Ну, а вы случайно не сдаете? А то мы сейчас просто ищем что-нибудь поприличнее. Ну, вообще недавно сдал, у меня съехали. А-а-а. А что значит поприличнее? На Маяковке это довольно прилично. Или у вас там убитая квартира? Ну, у нас, да, убитая квартира. Смотрите, она маленькая. В джакузи затычка не работает. Зеркала не панорамные. Окна не панорамные. Как бы вот до метро далеко. Минуты четыре. Поэтому хочется как-то все-таки больше комфорта, больше удобства, больше удобства. Ну, я бы все равно не смог предложить больше комфорта, чем вы имеете. Ну, хорошо. Ладно. А вообще, что снимаете? Сами откуда? Ну, моя девушка из Средней Азии. Она на половину таджичка. А я сам грек из Греции. А, понятно. Ну, ясно. Давно в Москве? Ну, я понял. В Москве, очевидно, бизнес имеете. Русские у вас хорошие без акцента, посмотрите. Ну, нет. Я переводчиком работаю. Бизнеса у меня нет никакого. Так, подрабатываю и напрям. Понятно. Ясно. Ну, я живу в городе Торонто, если вас интересует. У меня дружище там живет. У него свой канал и своя передача на Ютубе. Это по русском шансоне. Вы, может, знаете такого Максима Кравчинского? Ну, вообще, слышу. Но у меня тоже Ютуб-канал есть. Вы, кстати, под запись идете не прочь? Только за. Только за. Ну... Ну... Окей. Ну, увидите себя на моем канале. Искайте, дам название. С удовольствием. Конечно. Покажу Гошуле. Сейчас напишу. Другая. Благодарю вас. Вот, вставляете в поиск Гугла или Ютуба. Там два канала увидите. Это... Спасибо, спасибо. Скопируйте. Это русская часть названия. Угу. Ну, вообще, мы очень любим Канаду. Ну, да. Канада хорошая страна. Ну, наверное, все-таки Канада самая лучшая в мире страна. Да? Вы согласитесь? Ну, по какому параметру? Вообще... Вообще... Вообще, вот, по оверл, так сказать. Викс энд комбайн. Во всем совокупностям. Вообще, вот, почему-то в рейтинге... Вот в рейтинге городов обычно канадские города стоят выше, чем в рейтинге стран Канады. Вот три города в Канаде постоянно присутствуют в... Монреаль, Ванкувер. Ну, Монреаль нет. Торонто, Калгари, Ванкувер. Вот три города постоянно присутствуют... Это самые крупные города, Торонто, Монреаль, Ванкувер. А присутствуют постоянно в десятке крупнейших, в десятке самых комфортабельных. Торонто, Калгари, Ванкувер. И причем Ванкувер обычно занимает первое место. А Торонто стабильно, как правило, четвертое место. Еще там треста... Я был в Ванкубере в 93-94 годах. Я был в Ванкубере. Тогда был, конечно, не такой я. Был довольно скромный город. Без Маклендрижа, без Майябонов. Еще у Австралии такая же ситуация. То есть рейтинг городов Австралии и у Австрии. Вот Вена тоже все время входит в эту десятку. И парочку австралийских городов, как правило, входит в десятку. Самых комфортабельных. Однако Канада, по-моему, по комфортабельности считается то ли 11, то ли 12 в мире. Австралия там где-то 15. А вот по городам мы лидируем. Даже обгоняем любую страну именно по комфортабельности городов Канада обгоняет. Но это может за счет того, что в Канаде большая территория и много, так сказать, больше, чем в России даже не асфальтированных дорог. Потому что их нет смысла асфальтировать. Там очень слабое движение. Может там раз в неделю кто-то поедет. Вот эти факторы немножко опускают Канаду вниз. То есть процент асфальтированных дорог, процент покрытия интернетом очень слабый в Канаде, поскольку плотность населения маленькая. Ну это все-таки мне кажется, что не на это можно смотреть, а на права человека, на свободы, на равенство в правах, на одинаковый доступ к здравоохранению, образованию. И, собственно, отсутствие сегрегации. То есть я знаю, что в Канаде прекрасно живут представители многих рас и диаспор. Ну это да. Да, это совершенно верно. То есть нет никаких этнических терок, как даже в Штатах есть с черными, а в Канаде такого нет. Да, да. Разве это не заслуживает внимания какого-то особого и отметки? Ну конечно. Потому что с этой точки зрения я бы все-таки Канаду ставил на первое место, а потом бы уже шли Норвегия, Швеция, Финляндия, США, может Бельгия и дальше, дальше, дальше. Кстати, вот вы знаете, такой казус есть. У меня два высших образования, по второму образованию я юрист. Безусловно, политических прав в Канаде намного больше, чем во всей континентальной Европе, в любой стране, больше, чем в Штатах. Ну вот, личных прав, личных прав, тут можно поскорить. Вот, допустим, в принципе, ну в Европе тоже, в России такого нет. То есть, допустим, священность частной собственности в Северной Америке, это, я считаю, что миф. Потому что на Овнера, даже вот вашего дома с участком, накладывается намного больше, значит, ограничений, чем это там в России, в Украине или в некоторых странах Европы, в Восточной. В частности, вы не имеете права иметь траву выше 30 сантиметров. Даже, это вот ваша собственность, а траву выше 30 сантиметров на бэк-ярде вы не имеете права иметь. А на фронт-ярде еще более жесткие требования. В России вы оонер, вы хоть там какую траву имеете. Смотрите, а разве в этом нет определенной логики, что вы все-таки, раз вы не просто Овнер, а вы еще часть социума, вы командите и вы представляете Канаду. Если у вас будет на бэк-ярде кавардак, а на фронт-ярде джунгли, то вы будете как-то из вот этой... Я понимаю мотивацию и, в принципе, считаю, что это логично. Я просто приводил пример формальный, что у Овнера в Канаде меньше прав. То же самое у Овнера квартиры. Вот, допустим, в Москве... Ну, конечно. Нет, я вам сразу сказал, что политических прав в Канаде больше всех, больше, чем в любой стране мира, потому что у нас, допустим, Квебек проводит референдум об отделении. Никто там о том не устраивает, как в Украине. Проводят, не набирают и через 30 лет там еще проводят. Сейчас они отложили, поскольку сейчас они явно не наберут на большинство. Я просто, я же говорил, я же не говорю, что это плохо, может, это хорошо. Я говорю, в принципе, вот, я хочу продолжить мысль. Ну, допустим, мне, я Овнер квартиры, допустим, в Москве, да вот они не платят, я пришел, перекрыл дверь. Это мое право. Задержать их вещи, это уже самоуправство, но так и многие делают, пока они долг не погасят. Но это уже, так сказать, в принципе, не очень законно, но перекрыть дверь, закрыть им допуск ввиду неуплаты, это законно. В Канаде это незаконно, вот вам не платят, допустим, в Овнер квартиры в Канаде, вы сдаете, вам не платят. Вы его можете выселить только через суд. Ну, суд, конечно, примет ваше решение, но он выиграет это на месяцах. Вы подаете заявление, суд через два месяца, он два месяца живет бесплатно. Потом суд обязывает, его в течение трех недель выселиться. Он не выселяется. Потом, значит, и сюда приходит повестка, что дело передано в исполнительное производство к шерифу. Шериф ему еще присылает нотис, что две недели ему на выселение. И вот так он бесплатно у вас крадет три с половиной месяца. Но это вот, я считаю, не очень хорошо. Что Овнер не имеет таких прав. Вот в России тоже довольно complicated eviction rules. You can't have anyone, like, kicked out of your apartment to nowhere. It has to go through the court. And it's not up to the police to decide whether your tenant leaves or doesn't leave. It has to go through the court still. And it does take some time, it does take usually longer than that, longer than two months. It could be up to six months. Я знаю, я знаю. Я в курсе. Yeah, yes, I know about it. Но в России вы имеете право закрыть доступ за него вкладу, как Овнер. А в суд вы, я понимаю, что сроки может быть больше в России. А вы с ним судите, если они там повредили ваши емуки, что там были что-то еще? Тут да, сроки больше в России, я знаю. А иной об этой. Вот так. Ну окей, окей. Еще вопросы есть ко мне? Да, я записал в Денклуб. Давайте я вам пишу ссылку на Максима. Нет, ну сейчас не присылайте. Вы в Денклуб зайдете на мой канал под любым видео последним. Вас как зовут? Артур. Артур, напишите Артур. И ссылочка, я эту ссылочку скопирую. Да, просто это мой дружище, он тоже в стороне доживет. Ну окей, я скопирую, да, и посмотрю, и подпишусь на него. Вы просто под моим видео поставьте, все будет, все сделаю. Спасибо, Денклуб, спасибо. Ну окей, все, заходи, подписывайтесь, заходите на канал. Приятно было побеседовать, всех благ. Счастливо, спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Музел Украинский молодой молодой члены. Питаясь, как-то, да, Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok